Прошла ровно неделя с момента появления первых сообщений о том, что ВСУ пересекли границу России в Курской области. И, судя по всему, их продвижение продолжается. 12 августа на заседании российского совбеза в Ново-Огарёво Владимир Путин обозначил цели КТО. Цитата «выдавить противника с наших территорий». Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты. Однако, как именно это случится, до сих пор не ясно. В настоящее время, помимо одной бригады морской пехоты и одного мотострелкового полка, никаких регулярных частей в Курской области нет, сообщают аналитики. Судя по всему, сейчас они пытаются обойтись, так сказать, малой кровью, то есть не снимая серьезные большие подразделения с фронта, они направляют в Курскую область в основном всяческие батальоны, так называемые добровольческие. Как отмечает эксперт, у этой стратегии есть как преимущества, так и недостатки. То есть, с одной стороны, это даже небольшой плюс для российской армии, потому что каждый вот этот батальон, заняв свое место на фронте, он будет активно воевать с небольшими украинскими группами, которые как раз разъезжаются по Курской области. Но, с другой стороны, это все очень большая слабость. Они же отличаются тем, что у них относительно регулярной армии меньше тяжелой техники, меньше артиллерии. Часть артиллерии им вообще недоступна. Плюс непонятно, как у них налажены между собой взаимодействия, между этими отдельными всеми подразделениями. Какое командование там тоже до сих пор непонятно. На этом фоне сообщается, что координатором КТО в Курской области могут назначить генерала Алексея Дюмина. Это подтвердил депутат Госдумы от Курской области Николай Иванов. Дюмин – помощник президента и секретарь госсовета, а когда-то он был телохранителем Путина и губернатором Тульской области. На совещании Совбеза в понедельник он тоже присутствовал. Не знаю, насколько он может повлиять на ситуацию, но так или иначе, в любом случае, создание какого-то единого органа командования, оно просто неизбежно. И для этого фронта наверняка будет создана отдельная, как они называют, группировка. Все эти войска, которые сюда переброшены, они просто будут объединены в одну группировку. И будет командующий, Дюмин ли это будет или кто-то еще, не знаю. Владимир Путин также заявил, что одна из целей противника – остановить продвижение российских войск в Украине. И что? Что происходит на линии боевого соприкосновения? Каковы результаты? Темпы наступательных операций российских вооруженных сил, добровольцев, ветеранов не только не снизились, а наоборот увеличились. Увеличились в полтора раза. По всей линии боевого соприкосновения наши вооруженные силы продвигаются вперед. Однако, как отмечает эксперт, делать выводы о влиянии этой операции на события на востоке Украины пока рано, так как регулярные части с фронта под Курск пока не перебрасываются. Даже вот эти небольшие псевдодобровольческие батальоны, они вряд ли находились прямо в тылу и ничего не делали все это время. Они тоже были какими-то резервами, где-то они поддерживали регулярные части. То есть уже ослабление фронта-то потихоньку идет. Просто оно так быстро не сказывается. При этом в международной прессе пишут, что ответный удар Москвы может быть нанесен и за пределами России. Агентство АФП, ссылаясь на украинского чиновника, сообщает, что Россия готовит масштабный ракетный удар по центрам принятия решений в Украине. Таким, как, например, правительственный квартал в Киеве. Субтитры создавал DimaTorzok